ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три, два, один! Наш мир полон чудес. И мы приготовили для вас еще одно чудо. Продолжение сезона Орел и решка чудеса света. В новом сезоне мы объедем все континенты, чтобы увидеть 20 самых удивительных мест нашей планеты. Нас ждут бескрайние пустыни и необитаемые острова. Самые веселые праздники и самые страшные обычаи народов мира. Таких чудес света вы еще не видели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну я же говорил, будет круто. Наслаждайтесь. Хочу все. Смотри, у тебя тоже кабриолет. С премиальной картой Мастеркард могу позволить себе все что угодно. Всем привет, это Орел и решка чудеса света. И мы прилетели в Танзанию увидеть чудо Килиманджаро. Я так хочу туда забраться. У меня есть для тебя сюрприз. Сезон чудес. Мечты должны сбываться. Закрой глаза. Закрой глаза. Я не люблю такие штуки. Килиманджаро для тебя вершина. В смысле? Монетку давай доставай. Орел. Решка. Да. Нет. Ну все, думай как разнообразить досуг. Во-первых, Эрнест Хемингуэй снега Килиманджаро почитай. Во-вторых, просто почитай. В-третьих, выучи алфавит. В-четвертых. На самом экваторе, в Танзании, стоит самая высокая гора Африканского континента. Сверкающая Килиманджаро. Из-за ослепительной снежной вершины Килиманджаро прозвали Белой Королевой Африки. Ее трон – бескрайняя Саванда. Ее подданные – удивительные народы и дикие звери. Ой, 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 ой! Подождите! Подождите, я убеду. Эй, но камера, но камера. Мы прилетели в аэропорт, который так и называется – Килиманджаро. Вот только самой горы отсюда не видно. Все туристы отправляются навстречу к ней из городка Моши, что в 40 километрах отсюда. Ну что, попытаем счастье с такси? Ну что, попытаем счастье с такси? 50 долларов. 50 долларов? Окей. Дорого-то. Thank you. Hello, guys. I need the cheapest transport. Maybe some bus or something else. It's a taxi so expensive. Они мне советуют вернуться в аэропорт и там взять такси. Они меня не понимают. Они реально, они смотрят, видят, что туристка и им кажется, что я готова потратить 50-30 долларов на такси. Но это не так. Это Африка, детка, и тут не нужны люксовые авто, кожаные салоны, автопилот и разгон до 100 километров за 6 секунд. Люкс по-танзанийски – это сафари джип. Сафари джип заточен так, чтобы выжить в дикой Африке. Неубиваемая подвеска, резина для грязи и бездорожья. Шноркель, чтобы двигатель не захлебнулся при переправе через реку. Большой дорожный просвет, чтоб можно было над бородавочником проехать. Но самое главное отличие сафари джипа от просто джипа – это вот такая крыша. Она поднимается, чтобы ты мог спокойно встать и просматривать какую-нибудь обаятельную зверюгу. Но если вдруг зверюга поднимается и начинает бежать к тебе, оп, то ты можешь спрятаться вот в такой домик. Ненавижу ежиков. Чтобы добраться в Моши и сэкономить 22 доллара, придется заморочиться. Сначала пройти 15 минут от аэропорта и поймать попутку, которая довезет до автобусной станции Мери Рани. Вот это мой лимузин на сегодня. Такие маршрутки здесь называют «дала-дала» – так местные исковеркали слова «доллар-доллар». Примерно столько и стоит проезд. Они так навязчивы, что я просто ничего не могу поделать. Ааа, подождите, ребята, мне нужна одна. Вы видели вообще такое? Вау, они чуть не убили меня этой кукурузой. Странно, она очень сухая и твердая. Будешь? Подъем на Килиманджаро обычно занимает целую неделю. Столько нужно новичку, чтобы максимально комфортно дойти до вершины. У меня же всего два дня. Поэтому план такой. Я возьму себе самый дорогой VIP-тур, заберусь на максимальную высоту, которую успею, и переночую на чуде света. Подъем на Килиманджаро начинается здесь. Привет. Привет, я Стэнфорд. Ну что, ты готов к восхождению? Я надеюсь. У тебя есть с собой одежда и снаряжение? Нет. Пойдем. Подготовим себя к восхождению. Окей. За каждую оплату премиальной картой Мастеркард мне начисляются баллы по программе вознаграждений. Смогу обменять их потом на какой-нибудь подарок. Итак, для похода на Килиманджаро вам понадобятся… Трекинговые ботинки, штаны, флисовая кофта, штормовая куртка, пуховка, если станет совсем холодно, рюкзак. Следующий важный элемент восхождения – это снаряжение. Вода, еда, палатки – вот это вот все. У кого нет денег – все тащат на себе. А богатенькие буратино нанимают специальных носильщиков, которых тут называют портерами. Портеры – это отдельная каста людей, которые зарабатывают на восхождениях на Килиманджаро. За день портер зарабатывает 15 долларов. Для Танзании это приличные деньги – почти втрое выше средней зарплаты. Вот здесь они взвешивают свой груз. Один портер может нести максимум 20 килограммов. Как они это носят? Ой, вот так. Приятно быть по-богатому. Слушайте, ну простоять пять минут, балансируя, так еще можно, не двигаясь. Но если пройдешь даже минут пять, мне кажется, шея сломается. Они так идут целый день, по несколько часов. Ёлки-палки. Тяжелая у вас, ребят, работа. Обычному туристу для восхождения нужно 4-5 портеров и один гид. Но я богатый турист, поэтому у меня в команде 20 человек. А все для чего? Чтобы нести весь мой скромный вип-набор. Палатки, носилки, мешки, матрасы, столы, стулья, продукты и воду, посуду, аптечку, кислород, туалет. И все вместе мне это обойдется в 1400 долларов на два дня. Конечно, это не дотягивает до экспедиции Романа Абрамовича. Говорят, у него было около сотни портеров, которые несли двуспальную кровать. Но у меня тоже неплохой вариант. Город Моши. Отправная точка всех туристов и путешественников к вулкану Килиманджаро. Все, начинаем. По всему городку разбросаны десятки контор, которые предлагают туры на Килиманджаро. Мне с моим бюджетом нужно найти самый дешевый. Я обошла кучу турагентств. И везде я услышала один и тот же ответ. Я обошла кучу турагентств. И везде я услышала один и тот же ответ. Это самый дешевый вариант – попасть на Килиманджаро. За 200 долларов тут просто поводят по склону горы, о покорении вершины речи вообще быть не может. С одной стороны, бедная страна, а цены такие, я, турист, готова отдать все свои деньги до копейки. Пусть бюджет небольшой, но тем не менее, почему не подстроиться и не сделать какой-то тур для 50 человек, чтобы все скинулись и пошли хотя бы на пол маршрута. Я сейчас кого-то стукну, у меня просто такое настроение, мне надо изолироваться от людей. По дороге на Килиманджаро кажется, будто проезжаешь не одну, а три разных страны. Сначала попадаешь в густые джунгли, потом в хвойные леса, а дальше выезжаешь в каменистую пустыню. Смотрите, открылась. Среди облаков показалась вершина. Вот она, чудо света, вершина Килиманджаро. Все, чудо света капризное. Показалось на секунду и снова пропало за область следынка. Стэнфорд, сколько раз ты был на вершине Килиманджаро? Сто шестьдесят раз. Ничего себе! И как там на вершине? О, этого не передать, там просто невероятно. И как там, тяжело? Вообще-то Кили – это не Эверест, и на нее может забраться каждый, но по моему опыту треть до вершины так и не доходит. А что самое сложное? На высоте четырех-пяти тысяч метров появляются симптомы горной болезни. У людей кружится голова, начинается тошнота, рвота и диарея. А что это у тебя за таблетки? Это ради веселья? Нет, они помогают быстрее привыкнуть к высоте. И мне нужно их принять? Да. Правда, у них есть побочный эффект. Они мочегонные и слабительные. Здравствуйте, мне нужно до отеля Калиева Лодж. Туристу со ста баксами подняться на Кили невозможно. Но я не могу быть рядом с чудом света и не попытаться на него забраться. Попробую. А там будь что будет. Всем, кто собирается на Килиманджаро, советую заехать на место с лучшим видом на гору. В отеле Калиева Лодж есть смотровая площадка и пускают на нее совершенно бесплатно. Как же четко видно, ребята! О, вот ты какая Килиманджаро! И там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами. Заслоняющую весь мир. Громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь. Теперь я понимаю, что чувствовал Эрнест Хемингуэй. Местные племена Суахили никогда не видели снега, поэтому считали, что верхушка горы покрыта чистым серебром. Отсюда и название Килиманджаро – гора, которая сверкает. А ведь и правда сверкает. Ну что, аппетит покорения разыгрался хорошенечко. Да и тут, в принципе, рукой подать, посмотрите, я думала, она гораздо дальше, а вот она стоит. Не вижу вообще причин откладывать. Идем к горе. Покорить Кили за два дня нереально, но безлимитная карта имеет свои плюсы. Можно заехать на джипе на высоту почти в четыре тысячи метров. Ну все, финальная точка, джип останавливается здесь и дальше пешком до лагеря Широ-2. Но даже здесь видно, что мы уже высоко. Мы прям вон в облаке. Портеры вместе со всем остальным персоналом с туристами не идут. Они идут раньше, чтобы лагерь был разбит до прихода богача. Мы с моим гидом идем вдвоем. Ну, насколько я понимаю, Стэнфорд не случайно выбрал такой, мягко говоря, неторопливый темп. Темп бабушки-экстремала, потому что он так заботится обо мне. Многие начинают идти слишком быстро, а мы их тормозим. Потому что чем медленнее набираешь высоту, тем больше у тебя времени аккрематизироваться. Но это и к лучшему. Можно хорошенько рассмотреть место, куда ты попал. То, что мы с вами привыкли называть Килиманджаро, ну вот эта гора со снежной шапкой, это на самом деле вулкан Кибо, а все Килиманджаро состоит из трех вулканов. Мауэнди, которая прячется за Кибо, он стеснительный, Кибо, вот эта снежная шапка. А это плато Шира. Раньше этот вулкан был выше, чем Кибо, но сейчас он разрушен. Я приехала к началу маршрута на Килиманджаро. Дело в том, что Килиманджаро – это не просто гора, это национальный парк. И вся территория вокруг этой горы тоже. А вот и все расценочки. Вход в парк, включая налог, стоит 83 доллара. Гид плюс налог – почти 30 долларов. За палатку плюс еще 59, за домик – 71 доллар. Хочешь заехать на велике – еще 59 баксов, а если на своей машине – то 47. Может все-таки без гида я бы прошла, так мне хватает. Вот с гидом вообще никак. Надо пойти узнать тут. А, ссори, хай. Моя номер из Алина. В общем, без гида сказали категорически нельзя. Друзья, у меня вопрос. Вот так же можно пройти и здесь никто не стоит. Вообще, как они увидят, что я прошла? Может быть тихонечко пойдем грибы пособираем? Олег, давай со мной. Через джунгли прям идем. Опа. Там кто-то есть. Ты чего? Я увидела, у меня увидела с фражки. Там какой-то мужчина идет. Он сюда смотрит? Посмотри, он там наверху. Не смотрит? Тихо, тихо, олег, 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 олег сюда, сюда идти. Куда? Он идет? А, хай. Где ты идешь? Эй, нет камеры, нет камеры. Ну вот, я пришел, а тут уже все готово. Фантастика. Эй, тут место велкам дринка, велкам дэнс, приветственный танец. А какое разнообразие движений! Это не просто песенка, это настоящий гимн Килиманджаро. Здесь им встречают всех, кто забирается на гору. Как это круто! Профессионалс! Я пошел смотреть свой кэф. Тихо, тихо, олег, 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 олег сюда, сюда идти. Блин. Где ты идешь? Эй, нет камеры, нет камеры. Мы на улице, мы потеряли. Где ты пришел? В городе, мы идем туда и найдем интересное место. Почему ты здесь? Это мой тревел блок, это мой камерамент и мы ходим. Нет, нет, нет. Мы просто ходим? Нет, это национальный парк. Вы можете перейти, если вы хотите. У вас есть? Нет, я просто ходила. Я не знаю. Поехали. Поехали. Можно без руки, если честно. Поехали. Может быть мы можем платить тебе и поехать? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Керт. Что делать? Поехали. 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 Я очень извиняюсь. Я... Ух! Большое денег, мы можем выйти из национального парка. Поехали. Поехали. В общем, не делайте так, как я. Склоны Килиманджаро постоянно патрулируют вооруженные рейнджеры. Как мне объяснили, за нелегальное восхождение грозит штраф в 100 долларов. Или вообще тюрьма. Ну, теперь хотя бы я спокойна, что мы сделали все. Все, что могли. Пока мы со Стэнфордом сбирались, портеры успели построить на склоне Килиманджаро чуть ли не космическую базу. И все это для одного человека. Ну вот, самая большая палатка. Явно мои хоромы. Слушайте, как тут уютно. Смотрите, прямо при входе столовая, она же прихожая, она же гостиная. И тут меня встречает попкорн, куча баночек, вон сухие завтраки, молоко, клубника свежая, чай, кофе, какие-то варенья. Четыре стула, стол на секундочку металлический, и они это все сюда тащили. И еще две спальни, одна и вон вторая. То есть по сути у меня трехкомнатная палатка. А вот и кровать складная, металлическая. Сверху вот такой, кстати, очень даже мягкий матрасик. Эта спальня меняет все мои представления о восхождениях, тут прям удобно. Кстати, об удобствах. У туристов по беднее так выглядит целая палатка, а у меня это всего лишь туалет. Оп, вуаля. Представляешь, насколько они заморочились, они притащили сюда настоящий биотуалет. Вот, пожалуйста. Круто. Интересно, а кто его тащил сюда на четыре тысячи метров? Сейчас будет интимный момент. Как живет миллионер, мы поняли. Теперь посмотрим, как живут его верные помощники. Ну, судя по количеству обуви, это домик портеров. В общем, в одном домике таком спят семь человек, а у меня хоромы в четыре раза больше для одного. Все, не будем мешать спать. Ребят, а юбарюшки… Это кухня. Тут все скворчит, журчит, вкусно пахнет, тепло. Но главное, посмотрите, как выглядит мой личный повар. Колпак, фартук, все чистое, красивое, яркое. Я не удивлюсь, если он где-то носит с собой мишленовскую звезду. Готовят вот на такой газовой горелочке. Су-шеф режет чеснок. Вот, как я понимаю, вода для приготовления. И все, вот там все ингредиенты. Надеюсь, сушим будет обалденно вкусным. Раз на Килиманджаро пробраться не удалось, придется возвращаться в Моши. И искать, что в городе есть интересного для бюджетного туриста. Но мы же в Африке, друзья. Здесь интересно на каждом углу. Гуляя по улице Моши, замечаешь удивительные вещи, которые не встретишь в наших городах. Все-таки здесь какая-то улица мастеров. А, это тапки. Сланцы. Прикольно. Чтобы сделать такой шлепанец, старую автомобильную шину разрезают на слои. Потом вырезают подошву. Три мешки. И скрепляют их гвоздиками. Вот так вот легко и просто, буквально за минуту сделали вот такой вот шлепанец вьетнамка. Секретничек у него там. О-о-о, класс! Так они еще и разные. Класс, так удобно. И не давят. Хорошо. Ассортимент шинной обуви огромный. Вьетнамки сандалии. А эти как наши калоши. Вот такие шлепанцы больше всего любят парни из племени Масаи. В них удобнее всего ходить по дикой саванне. Такой себе тапок-внедорожник. Ну и все, что дизайнерское, оно уже идет дороже. Эти 4 доллара, эти 20. Да в принципе можно поверить, это же шина, ребята. Конечно она вечная. За мной дети донашивать будут. Ночь уже не за горами, так что пора найти себе ночлег. Вы даже себе не представляете, насколько тут дешевое жилье. Ух ты ж. Место конечно суровое. Зато тут чистоплотные люди. Пахнет стиркой на весь двор. Привет, меня зовут Алина. Мне нужен номер всего на одну ночь. У нас есть небольшая отдельная комната за 8 тысяч шиллингов. Это самое бюджетное жилье, где я жила. 3,5 доллара. Боюсь заходить, если честно. Хорошо, можно ключи. Очень даже ничего. В прямом смысле этого слова – ничего. Лишнего, только кровать и я. Чисто. Полотенчика даже гладили. Слушайте, ну за 3,5 доллара условия вполне сносные. Конечно, за 15 баксов в городе можно найти люкс-вариант. Но зачем платить больше? Как живут миллионеры на Кельманджаро мы уже разобрались. Теперь узнаем, как они ужинают. Знаменитое африканское блюдо. О, точно наваристый. Скажу честно, заметно волнуюсь, впервые пробую африканский борщ. Но он очень наваристый. Сколько тут мяса, картошки, капусты, свеклы. Прям. Борщ. Потрясающий. Прям на пятерочку. Кто бы знал, что лучшие повара борща – это танзанийцы. Кроме борща здесь подают рис, тушеное мясо с овощами, салат, спаржу, авокадо, а на десерт свежие фрукты. Напомню, это все на высоте четыре тысячи метров. Безлимитная карта творит чудеса. Если я съем все это, на гору я вряд ли заберусь, но скачу с нее очень быстро. Поехали. В горы стоит идти еще и для того, чтобы быть ближе к звездам. Все, я в палатку спать, а вы светите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Вылезать из этого спальника вообще не хочется. Там так тепло, так уютно, так мягко на этом матрасе. Ну все, надо вставать. Чудо света меня ждет. На чудо света мне не взобраться. Но это не приговор. Возле Килиманджаро полно красивых мест, за которые не нужно платить все деньги мира. И первое, куда я отправлюсь, это горячие источники Чемка. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ребята, мы идти в Ходсприн. - Я требую Ходсприн. Доброе утро. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Погодите. - Доброе утро. Я предлагаю подбросить монетку. Подождите, коины – head and tails, и кто выиграл, что я выиграл. Решка – это вы, орел – это вы. Готовы? Ура! Доброе утро! Все, программа максимум выполнена. Я переночевал на чуде света! Теперь мои портеры сворачивают лагерь и мы вместе спускаемся вниз. Добраться до вершины Кили за два дня – нереально. Но увидеть ее я могу, ведь я богат. Миллионеры, которые не успевают подняться на вершину, могут заплатить почти 4 тысячи долларов и… полетать над Килиманджаро. Высоту в 6 километров вертолеты не берут, поэтому я арендовал себе частный самолет. Ну конечно. Это далеко не первый мой полет в жизни, но первый раз, когда я буду использовать вот такую кислородную маску. Оп! Второй пилот показал мне, как это делается. Дело в том, что самолет не герметичный, а мы будем подниматься на высоту 6000 метров. Я, если честно, волнуюсь. Пилот сказал, что время надевать кислородные маски. Я это делаю впервые. И впервые на такой высоте. Я сейчас очень явно чувствую высоту, у меня даже немножко покруживается голова. Мы пока что летим в тынке в такой молочной пенке, и вообще ничего не видно вокруг. Но я очень надеюсь, что облака раступятся, и мы увидим вершину Кили. Саня, Саня, я вижу вершину. Вижу снежную шапку Килиманджаро. Мы покорили вершину, Саня, поздравляю. Вот она, самая высокая вершина Африки. Пять тысяч восемьсот девяносто пять метров. Восток. Сверху отчетливо видно, что Кили не просто гора, а самый настоящий вулкан с огромным кратером. Посмотри, это разрушение всех стереотипов. Снег в Африке. А ведь раньше эта снежная шапка была еще больше и массивней. За последние сто лет объем снега и льда уменьшился на восемьдесят процентов. Снега на Килиманджаро могут исчезнуть полностью уже в 2200 году. Окей, thank you. Bye-bye. За полчаса водитель привез меня к горячим источникам Чемка. Вход на территорию платный – четыре с половиной доллара. Так прикольно вообще. Вода реально бирюзового цвета, она просто прозрачная, как слеза. Даже не понимаешь глубину, потому что ну очень чистая вода. Надо купаться идти. Ну что, сначала попробуем водичку. Слушайте, ну хватит ста… Ааааа, что там происходит? Блин, я только опустила две ноги и там просто что-то начало меня кусать. Это рыбки маленькие. Аааа, это очень странно и щекотно, очень щекотно. Это чудо-рыбки гора Руфа. В природе они питаются отмершими частичками кожи животных. Поэтому как только опускаешь ноги в воду, они устраивают тебе настоящий пилинг. Это так прикольно. В салонах красоты такая процедура стоит от 15 долларов, а здесь – это бесплатный приятный бонус. Не могу сказать, что это горячий источник, но, как для озера, вода прям идеальной температуры. Вода в озере чистая и прозрачная. А все потому, что это талая вода, которая истекает с самих ледников Килиманджаро. То есть, получается, что я купаюсь в снегах Килиманджаро. Из развлечений здесь есть еще тарзанка. Обожаю. Хочется провести в этой красоте целый день. Время здесь бежит незаметно. Кстати, о времени. Я могу даже не расставаться со своими Galaxy Watch Active 2 с функцией защиты от воды. Ну что, погнали? Миллионер, который побывал на Килиманджаро, может себе позволить еще одно дорогое развлечение – приватное сафари в парке Нгора-Нгора за 460 баксов. Нгора-Нгора – необычный сафари-парк. Он находится внутри кальдеры. То есть вот те горы – это совсем не горы, это склоны древнего гигантского разрушенного вулкана. Когда вулкан обвалился, получился вот такой природный забор высотой в 600 метров. Из-за него территория парка напоминает огромный загон, где зверью не разбегается, а компактно пасется. Для туриста – самое то. Мой водитель только что включил рацию. Это сделано для того, чтобы переговариваться с другими водителями джипов. Если один из них заметил дикое животное, он передает эту инфу по рации – все тут же едут туда, чтобы поразглядывать и пофоткать животных, пока они не убежали. Фотоохота начинается. Бумба! Маленькое, жирное, волосатое. Чудище! Ребята, это пуйволы. Они кажутся такими медлительными, неповоротливыми, еле передвигающимися. Они могут развивать скорость до 60 км в час. А, смотри, 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 гонки! Смотрите, смотри, смотри, она играется, смотри. Как они машут головой грилы. Тепрый рейпер. Опа! Добрый день. Я с миром. Здесь сафари максимально комфортное. Каждые 100 метров видишь какую-то живность. Вон пасутся газели Гранта. Вот венциносный журавль с дурацкой прической. А тут завтракает африканская дрофа. Смотрите, как он близко. Можно разглядеть даже оперение. Страусы обычно пасутся рядом с зебрами и антилопами и работают в тандеме. Из-за того, что у них длинная шея, они первыми сообщают о том, что где-то рядом хищник. А вот и благородные слоны. У слонов за жизнь шесть раз меняются зубы. И когда они меняются последний шестой раз, они уже не могут жевать жесткую траву. И уходят вот туда, в болотистую местность, где трава помягче. Это означает приход старости и они находятся там максимум четыре года. Вот все эти слоны пришли сюда умирать. Турист со ста долларами тоже может увидеть африканских животных. Но не на дорогущем сафари, а на ферме Макоа в 30 километрах от горячих источников. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Нойл. Добро пожаловать. А расскажите, что это за место? У нас тут парк реабилитации. Мы спасаем раненых или осиротевших животных. Здесь их лечат, растят, помогают вернуться в дикую природу. А сколько стоит вход? У нас нет оплаты за вход. Это скорее пожертвование. Минимум 25 долларов. Столько мы тратим на еду в день на одно животное. Хорошо, мне подходит. Тогда идем. О, бегут, бегут, смотри. Привет. Здесь можно увидеть множество маленьких зверушек. Первыми ко мне прискакали карликовые олени-дукеры. И хвостиком повиляла, боже мой. Потом мы познакомились с мангустом. Ух ты. Это была прямо охота. У тебя получится победить это яйцо. Тихо, тихо. Что это за террор такой? Ой, 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 ой. Так, у нас проблемы. Хьюстон, Хьюстон. Все нормально. Надо как-то нам наладить отношения. Не подхожу близко. Все, все, все. А это главная кошка на ферме. Гепард. Он мурчит. Мяу, ты мой хороший. Мурчит. Ой. Хочешь есть, да? К сожалению, этот гепард никогда не выживет в дикой природе из-за травмы ноги. Но в этом центре еда приходит к нему сама. Ты почувствовала, что мясо принесли, да? Смотри, кормить его нужно из открытой ладони. Держи ровно. Ммм, гепард с ладошки. Хорошо. Кормить гепарда с ладони. Мяу, мало тебе, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Он рычал? Привет. Давай дружить. Привет. 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 Ой-ой-ой, привет твоя. Вы как два огромных киви. Ребята, вы просто сейчас обалдеете. Не спроста эта овца гуляет с этим слоненком. Дело в том, что она его мать. Так как эти малыши лишились своих родителей, то всем азам дикой природы их учит овечка. Через три года слонята отвезут в национальный парк и подселят к взрослым слонам. Если малыши приживутся, их оставят жить в дикой природе насовсем. Боже мой, это такое счастье тотальное. Привет, привет. Ааа, зебра еще пришла. Я точно сплю, я точно сплю. Ущипните меня. Ну, только не зубами ущипните. Привет, зебра, осел, слоны, овечка. Ой, это какой-то идеальный мир. Посмотрите, они рядом с друг другом стоят, друг друга чухают. Обалдеть. Это просто, это лучшее, что со мной было в Решке и Луне. Мама, кажется мне теперь нужна квартира побольше. А вы не пользуетесь голосовым набором текста? Теперь я хочу не котенка, а слоненка. Все просто. И сразу показал, что он лев, а не какая-то львица. Ааа, красавчик какой. И сразу показал, что он лев, а не какая-то львица. Слушайте, когда он на тебя смотрит этими маленькими черными точечками, вот тут прям становится страшно. Потому что он, в отличие от меня, взгляд не отводит. И там все понятно, что он со мной сделает, если я выйду за пределы этой машины. Машины львы не боятся от слова «совсем». Валяются себе на дороге, совершенно не обращая внимания на каких-то там туристов. Ну и близко, даже в своем парке. Погладить хочется, но очень-очень длинной и безопасной рукой. Погладить на чужой размер лапище. Ты моя киса. Ты моя облепленная мухами киса. Увидеть большую африканскую пятерку вам поможет большая решковская сотка. Чтобы найти клад со ста долларами, отправляйтесь в отель Аиши Мачамы у подножия Килиманджаро. На его территории есть поляна, где под большим деревом и спрятана наша бутылка. Леопарду привет. Килиманджаро – это не одно чудо, а целая гора чудес. Вот ты какая, Килиманджаро! И чтобы все их увидеть, двух дней до обидного мало. Добраться до вершины Кили за два дня нереально. Кили, как гостеприимная хозяйка, быстро не отпускает. Порш-хес. Знаменитое африканское блюдо. Так что, если захотите приехать к ней в гости, запланируйте отпуск на целую неделю. Африканское блюдо. Сейчас будет интимный момент. Ребята, мне нужна одна. Снег закрытый. Обалдеть. Это просто лучшее, что со мной было в Решке и Луне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как, как тебе Килиманджаро удалось покорить? Нет. У меня были деньги, но я не поднялся на вершину. Я был рядом, просто не хватило времени и все. Надеюсь, что со следующим чудом нам повезет больше. Мы отправляемся в Израиль на Мертвое море. Израиль, что вы говорите? Израиль, ребята, ставьте часы на 7.40, до встречи. Я возьму птичку, курочку, рыбу, фиш. Давай сделаем этот выпуск единственным платным. Можно просто просить по шекелю за то, чтобы посмотреть.